Раньше мне говорили, Эдисон, ты похож на Тони Старка, у тебя такая же борода, такие же усики, настолько же огромный пропуск в трутске, как и у Тони Старка. С такой бородой Эдисон, ты способен на всё, сможешь стать лучшим ютубером на этой планете. Кто такой Тони Старк? Вот кто такой Тони Старк? Миллиардер, гений, филантроп, железный человек, его заслуги, можно ещё пересчитывать, вечность. Вот кем я был, вот на кого я был похож. Меня сравнивали с железным человеком. Кто я сейчас? Кто я сейчас? Попка-младенца, 13-летний школотрон, тушканчик лысый. Вот как меня сейчас назвать можно, но точно не Тони Старк. Мне ночью снятся кошмары, я не могу я просто, вот просто не могу я оставить вот этого парикмахера в покое, пока я ему не отомщу, пока я ему его бороду не отрежу. Я никак не смогу успокоиться. Сейчас, тихо, нужно дома пройти и потопать туда, в город, в парикмахер. Люся, успо... Или ты уже всё? Хо, она меня уже не кусает. Конечно, борода уже немножко отросла. Люся, это я! Всё, спокойно. Ты только, ты только посмотри, видишь, видишь, пропуск-то уже начинает появляться. Готовьте ваши труселянбы. А, и тут, смотри, 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 ну за пару деньков-то пора, она у меня уже отросла. Поэтому Тони Старк, готовься! В город-то мне 100% отправиться нужно. И с этим парикмахером мне поквитаться тоже нужно. Просто так я это дело не оставлю, вы меня знаете. То, что Эдисон, мало того, что слова на ветер не бросает, так и бороду на ветер тоже не бросает. А вот этот бородачё как раз-таки бросил. Ну, ничего, ничего. Он бороду мою на ветер бросил, а я его жизнь сейчас на прогиб брошу. А пока мы бежим к его парикмахерской, если ты не видел предыдущую серию, если ты не видел какая-то Чупакабра бородатая мне отрезала, всю мою бороду избрила, все мои усы, посмотри предыдущую серию, сейчас будет надо мной подсказка. Сейчас я перепрыгну, 3060, вот этот водоём! Ну, почти перепрыгнул. Вот! Посмотри, пожалуйста, и только потом возвращайся, потому что что сейчас будет, ты не сможешь понять. Потому что ты не сможешь прочувствовать мою боль, мою печаль, насколько мне сложно сейчас жить без бороды. Я уже третий раз пробегаю мимо этой школы, и охранник, который охраняет вот эту территорию, уже третий раз мне говорит, мол, мальчик, а ты не заблудился? У тебя случайно сейчас уроков не будет? Мне 23 года, дебил! Ну, в смысле, я на 23 года сейчас не выгляжу. Я сейчас реально таким голосом сказал, как будто я школьник. И это было не специально. Ну, ничего, ничего. Сейчас я... Костянчик... Ты-ты-ты-ты-ты... Ну, если Люся меня уже начала узнавать, то Костянчик почему-то не узнаёт. Костя, видишь, борода... Ну, да, Костя, конечно, ему нужно, чтобы у меня полностью борода вся отросла. Порчишь людям жизнь, да? Эй, не-не-не-не! Ты туда посмотри! Ай! И дверь закрой! Слушай, ты-е-е-е! Ты парикмахер недоделанный! Ты думаешь, я тебя просто так оставлю? Ты что творишь, ирод? Смотри, сзади напердели у тебя, видишь? Всю жизнь тебя здесь пердять будут, пока у меня борода не отрастёшь. Ты понимаешь? Уйди отсюда! А ты бороду мне мою верни, испорченную жизнь... Испорченную жизнь... Да-давай, давай я тебе так же жизнь испорчу. Пошли сюда! Садись! Садись, садись! Сейчас я тебя постригу, давай! Твоя борода, твои проблемы! Слушай, слушай мои проблемы! Ты понимаешь, что ты мне бороду мою испортил? Давай садись! Я сейчас твою бороду тебе отрежу, посмотрим, как ты запоёшь после этого. Я тебя просто так не оставлю, ты это должен понимать. А, вот так вот, значит. Хорошо, держи ножницы, держи, 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 держи! Хорошо, я тебе всё верну. Держи, подожди. И это тоже держи, сейчас подожди, я тебе здесь нафугняю. Опа! Ага, ага, вот так вот, вот так вот, значит. Сейчас, подожди, у меня здесь есть патроны, сейчас, перезарядочка. Ты каждый день будешь ремонтировать свою парикмахерскую! Ага, опа, 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 видел? А я сейчас могу вот здесь залить, опа, видел? Могу вот здесь проскочить. Опа, у меня же спички есть. Сейчас тебе отрежу что-нибудь другое. Ага, да, да, конечно. Ты и так меня уже отрезал практически. Ты-то чё? Ты чё творишь? Кто стрелял? Это Костя был? Костя, ты стрелял? Ага, да, 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 да. Я уйду, я сейчас уйду. Ой, сам себя поджёг, подожди. Я сейчас уйду, конечно же. В суд подам. А, ну да, ты... Спрячь, спрячь волыну. Спрячь волыну. Я сказал, спрячь. Ага, вот, вот, значит, такие у нас, да, разброски? Офигел? Ты-то думаешь, ты своим писюночным автоматом... Ну давай сравним, у кого больше. У меня точно больше, чем 15 сантиметров. Сколько у тебя, а? В суд подам за испорченное имущество. А спрятал свои волы. Ну, конечно, перед моей обосраться не так уж и сложно. Это ты подашь в суд за испорченное имущество? Я подам в суд... Кстати. Через час, через час, встретимся в суде. Вот там и разберёмся, кто кому жизнь испортил. А свою волыну на Алиэкспрессе продай. Её только тараканов на кухне пугай. А не то, что меня. Через час в суде! Попробуй ещё мне вылезти. Аж нос из-за тебя зачесался. У нас же в городе суд появился. И начиная с этого дня, я не могу просто так ходить по городу и автоматами сойти. Потому что меня с этого дня просто прикроют. Я с этим бобром усатым через суд всё решу. Я ему сказал, через час. Поэтому через час. Сейчас пойду за Костянчиком. Попрошу его побыть моим адвокатом, моим свидетелем. И после этого мы разберёмся. Охранник Стёпа, ты тоже на суд приходи. Какие у тебя усики. У меня вот такие тоже когда-то были. Ушёл я из вашего братства усичей. Ну ничего, ничего, через месяцок вернусь. С этими усами, с этими проблемами я забыл сразу две вещи. Первая вещь, то что у нас здесь как бы магазин одежды пустует. Мне нужно здесь делать ремонт. Мне нужно закупиться мебелью в Икее. И начинать открывать этот магаз. Потому что посетителей, мне кажется, будет много. И в первый день здесь реально просто весь магазин скупят. А я нормально так бабками наварюсь. Ещё и посылка Кати. Она мне посылку загнала, и я её до сих пор не забрал. Ничего, ничего. В этой серии разберусь. В следующей серии заберём посылку на почте. И засадим этого парикмахера недоделанного. Вроде всех позвал. Костянчика позвал. Адвокат у меня есть. Свидетель у меня тоже есть. Суд, значит. Сейчас мы засудим этого парикмахера. Не хочет по-доброму быть по-плохому, значит. Ух ты, Йохан, и бабаетесь вообще первый раз. Мне куда, направо или налево? Вроде сюда. Зал суда. Здравствуйте, судья. Здорово. Охранник, Сёпа, ты дебил, ты даже сюда чекушку принёс. Спрячь на веке-то. Придурок. Сейчас нас обоих засадят. Здравствуйте. Костянчик, это я дебил. Дай мне хотя бы в суд... Господин судья, скажите этому Костянчику, чтобы он успоко... Костя, успокойтесь. Костя, успоко... Успокоился? Костя, это я дебил. Вы хотя бы в суде себе нормально видели. Здравствуйте, господин судья. Где ваши родители? Зачем мне родители? Дома у себя? Вот все мои друзья, все мои знакомые пришли. Константин... Костянчик, наркоманчик. Вы ребёнок же. А вы дебил же? В смысле... Так вот, в этом... В этом же и вся проблема заключается. Меня постригли. Я сейчас выгляжу как будто школьник. Поэтому даже вы, гражданин... В смысле, господин судья, подумали то, что я шкалатрон. Мне 23 годика. Успокойтесь. Сейчас я всё объясню. В чём заключается проблема? И зачем мы с вами сегодня здесь собрались? Я попросил Костянчика. Он всё расскажет. Он выступает сегодня в качестве моего свидетеля. Моего адвоката. Поэтому, Костянчик, расскажи всё подробно про этого парикмахера. Парикмахер уже всё рассказал. В смысле, уже всё? Теперь ваша версия. А что, я опоздал? Уже всё рассказал. Так, в смысле? Мы же договаривались через час. А, ну, значит, или я опоздал. Так, хорошо, господин судья, сейчас мы всё расскажем. Мой адвокат, Костянчик, расскажите, пожалуйста, что произошло. Костя, расскажи-ка, что он меня побрил, бороду мою сбрил и усы сбрил. Поддержи меня, Костя. Костя. Ты что меня подставляешь? Костя. Хорошо, тогда расскажу я. Спасибо, Костя. Опять винда у него зависла. Перезагрузить его нужно. Хорошо, тогда расскажу я. В общем, смотрите, как было дело. Был хороший день. Дождика вроде не было. Вообще ничего не было. Даже предчувствия беды не было. Был обычный день. Я записал ролик, пришёл. Постричься пришёл. Я-то пришёл постричься. Этот придурыш мне всю жизнь испортил. Вы понимаете то, что он сбрил всё, что... Можно подняться к нам? Сейчас. Дайте я к нам поднимусь. Эх, вот смотрите. Смотрите, что он наделал. Смотрите. Видите? У меня была борода. Больше её нет. Ни бороды, ни усов нет. Вы понимаете? Он лишил самого главного. Пропуска. Всё, меня больше никуда не пускают. Усов-то нет. Он сказал, что вы так просили. Я ничего не просил. Он врёт. В смысле просил? Вы думаете, я настолько дебил, что я могу попросить сбрыть моё самое главное преимущество в этой жизни? Усы? Это он врёт. Наглая ложь. Все могут подтвердить. Да? Спасибо, друзья, то, что молчите. Дебил. Друзья, у меня дебилы, конечно, но я могу подтвердить. У подписчиков моих спросите. Спросите у подписчиков. Я бы никогда бороду бы не побрил. Он сказал, что вы портили ему имущество. Ну, я-то имущество ему портил уже после того, как он сбрил мне бороду. Конечно, я ему портил имущество. Он всю жизнь не испортил, а я ему только имущество. Вот я ему предложил... Мы с ним... Господи, судья, я вас не вижу. Вот я ему предложил... О, кстати, он с собой ножницы даже захватил. Я ему сбриваю его бороду, и мы в расчёте. Он меня послал на три весёлых буквы. Я бы сказал на какие, но мы всё же в суде, поэтому я лучше промолчу. Вот, я требую моральную компенсацию. Моральную, понимаете? Вот, вот, большую такую мораль... Вот такую... Расскажите, какая длина вашей бороды? Я знаю. Ну, сейчас миллиметр была, и сантиметра два. То есть длинная была, длинная была. Прикиньте, раньше мне, короче, мои подписчицы говорили, что Эдисон какой-то красивый, а сейчас знаете, что мне говорят? Знаете, что мне сейчас мои подписчицы говорят? Что я милый! Он сказал, что было один сантиметр. Один сантиметр у него в трусах, а у меня борода два сантиметра была. Никакой не один сантиметр. Вы прикиньте, меня подписчицы милым называют. Ну, я плевать на этого милого хотел. Я раньше сексапильным мачо был, а сейчас милый. Меня девушка моя бросить хочет, понимаете? Она сказала, если я вернусь к ней без бороды, на улице ночевать буду. И кому вы верите? Мне или ему? Может, вам принять мир? Так я ему сказал то, что давай я ему отрежу все, чтобы у него торчит. Там бороду и все другие причиналы, и тогда мы с ним помиримся. Он свою волыну достал. Ну, после того, как он достал свою волыну, как бы... И я... Извините, не сажайте меня в тюрьму. После того, как он достал свою волыну, как бы я свою волыну достал. Он там не испугался. У меня-то волына длиннее, чем у него. Бритие оружия. Да я убрал. И этому дебилу. Контрабандист, тоже убери оружие, дебил. Извините, он тоже немножко... Они все быдилые, быдилые. Ну, да. У меня все друзья, в принципе, такие. Знаете? Да, что такое? Что такое, господин судья? Ну, вы-то меня поймите. Я всегда хотел бороду, поэтому понимаю. Вот видите? Видите? Принимаем решение. Хорошо, давайте принимаем решение, господин судья. Начальник этого заведения. Я вас внимательно слушаю. Всем внимательно мы слушаем здесь. Выносите ваш приговор, каким бы он жестким ни был, в мою пользу или в мою пользу, потому что в пользу этого дебила никак не может быть. Парикмахер должен отдать 200 к золотых монет. Это типа моральная компенсация? Это моральная компенсация, да? Ты видишь? Ты это видишь? Как жизнь людям портит? Или вашу парикмахерскую закроют? Аплодируем, друзья! Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо всем за поддержку, спасибо. Я тебе изначально предлагал мир. Ты не согласился. Сейчас ты мне должен 200 к золотых монет. Компенсация. Извините, излишние эмоции. Извините. Заседание можно считать закрытым, господин судья начальник этого города. Да, судья? Разрешите пожмякать вам руку. Вы хороший судья. Спасибо. Спасибо большое. Выслушали меня. Приняли хорошее решение. Слушайте, а может, может его в тюрягу вообще посадить? Как отреагируете на мое предложение? Нет? Ну, хоть на сутки хотя бы. Но он заслужил. Он не убил человека. Он убил человека внутри меня, понимаете? Я перестал в себя верить без бородок. Ладно. Ладно, все. Спасибо и на этом. Спасибо. До свидания, господин начальник судья этого города. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok